Видео подготовлено сайтом Уроки ТВ. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника алгебры 7 класс, автора Мерзляк, Полонский и Кир, под номером 721. Нас просят разложить на множители многочленов. Итак, под номером 1. А квадрат минус Б квадрат минус А минус Б. Сгруппируем первое выражение со вторым, а третье с четвертым. Почему первое выражение со вторым? Потому что это формула разность квадратов двух выражений. Разность квадратов двух выражений, у нас эта формула записана в левом углу. Это произведение разности этих выражений А минус Б и сумма этих же выражений А плюс Б. У второй группы вынесем за скобки общий множитель минус 1. В скобках знаки поменяются на противоположные. Было минус А минус Б, станет плюс А плюс Б. И теперь мы с вами видим общий множитель выражения в скобках А плюс Б. Выносим его за скобки. И в скобках остается А минус Б и минус 1. Все, мы разложили с вами на множители. У нас получилось два множителя. Первый множитель это выражение в скобках А плюс Б. Второй множитель это выражение в скобках А минус Б и минус 1. Под номером 2. На этот раз опять мы с вами сгруппируем первое выражение со вторым. Х минус У. А третье с четвертым. У первой группы у них нет общего множителя, но все выражения делятся на 1. Поэтому вынесем за скобки 1. В скобках таких будет Х минус У. Вынесем минус за скобки. Тогда в скобках будет Х квадрат минус У квадрат. Знаки поменялись на противоположные. И тогда во вторых скобках мы с вами видим разность квадратов двух выражений. Запишем 1 умножить на Х минус У минус. Разность квадратов двух выражений это произведение разности этих выражений Х минус У. И их суммы Х плюс У. И теперь мы видим с вами общий множитель. Это выражение в скобках Х минус У. Вносим его за скобки. В скобках остается 1 минус сумма выражений. Если перед скобками стоит знак минус, все знаки в скобках меняются на противоположные. Это будет минус Х и минус У. Под номером 3. 4М квадрат минус 9Н квадрат плюс 2М плюс 3Н. Мы видим только 1 минус. И поэтому мы группируем с вами первое выражение со вторым, потому что это будет разность квадратов двух выражений. А третье с четвертым. 4М квадрат можно представить как 2М в квадрате. А 9Н в квадрате можно представить как 3Н в квадрате. Перепишем, пожалуйста, пока вторую группу 2М плюс 3Н. Разность квадратов двух выражений – это произведение разности этих выражений 2М минус 3Н. И сумма этих выражений 2М плюс 3Н. У второй группы мы можем вынести только один общий множитель за скобки – это единичку. В скобках останется 2М плюс 3Н. И теперь мы видим общий множитель. Это выражение в скобках. 2М плюс 3Н выносим его за скобки. И в скобках остается 2М минус 3Н и плюс 1. Под номером 4. Группируем первое выражение со вторым. Это разность квадратов двух выражений. А третье с четвертым. У них есть общий множитель 4. С квадрат минус Д квадрат. Разность квадратов двух выражений равно произведению разности этих выражений С минус Д. И их сумма С плюс Д. Выносим за скобки у второй группы 4. В скобках остается С минус Д. И теперь мы видим общий множитель. Выражение в скобках С минус Д выносим его за скобки. И в скобках тогда останется С плюс Д и плюс 4. Под номером 5. 5х квадрат у минус 5ху квадрат минус х квадрат плюс у квадрат. Сгруппируем первое выражение со вторым. У них есть общий множитель 5ху. А второе с третьим. Когда мы вынесем минус за скобки, в скобках будет х квадрат минус у квадрат, а это разность квадратов. Итак, в первой группе выносим за скобки 5ху. В скобках у нас останется х минус у. Выносим за скобки минус. В скобках будет х квадрат минус у квадрат, а это разность квадратов. Она равна произведению разности выражения х минус у и их суммы х плюс у. Теперь мы видим общий множитель х минус у. Выносим его за скобки. И в скобках у нас остается 5ху минус сумма выражений. Как мы открываем скобки, перед которыми стоит знак минус? Мы этот минус не пишем, в скобки не пишем, знаки в скобках меняем на противоположные. Минус х минус у. Я не стала подробно писать, чтобы сэкономить место, но для тех, кто не понял, запишем минус х квадрат плюс у квадрат равно минус, а в скобках х квадрат минус у квадрат. Вынесли минус за скобки, в скобках знаки поменялись на противоположные. Под номером 6. А квадрат минус 10а плюс 25 минус аб плюс 5б. И в начале, если посмотреть внимательно, то мы не видим, что тут с чем группировать. Но если посмотреть еще внимательнее и увидеть, что у нас с вами 5 одночленов, то мы увидим, что а квадрат минус 10а и плюс 25 – это формула. Квадрат первого выражения а в квадрате минус удвоенное произведение 2 умножить на а и умножить на 5 и плюс квадрат второго выражения 5 в квадрате – это 25. А у второй группы можно вынести за скобки общий множитель или b или минус b. Посмотрим, что у нас получится. Итак, а квадрат минус 10а плюс 25 – это а минус 5 в квадрате. Вынесем за скобки минус b. Тогда в скобках знаки поменяется на противоположные. Минус аб делим на минус b – это а. И минус 5. Я запишу подробно. А минус 5 в квадрате – это произведение 2 умножителей, каждый из которых равен а минус 5. И минус b, умноженное на а минус 5. Выносим за скобки общий множитель а минус 5. И в скобках остаётся а минус 5 и минус b. Под номером 7. 8mp плюс 8np минус m квадрат минус 2mn и минус m квадрат. Мы с вами видим формулу, если вынести минус за скобки, это 3, 4 и 5 однощины её образуют. А первый и второй, у них есть общий множитель 8p. Его можно вынести за скобки, поэтому сгруппируем первое со вторым выражением и третье, четвёртое и пятое. Это формула. Итак, выносим в первой группе 8p за скобки. В скобках остаётся m плюс n. Выносим за скобки общий множитель минус 1 или выносим за скобки минус. Знаки в скобках меняются на противоположные. m квадрат плюс 2mn и плюс n квадрат. И теперь, я думаю, все уже видят в скобках квадрат суммы двух выражений. Первое выражение m, а второе n. И тогда запишем 8p умножить на m плюс n минус произведение m плюс n и m плюс n. Потому что выражение в квадрате – это произведение двух одинаковых множителей. И можем теперь вынести за скобки общий множитель m плюс n. В скобках останется 8p минус сумма выражений. Как мы открываем скобки, перед которыми стоит знак минус? Мы все знаки в скобках меняем на противоположные. Будет минус m минус n. Рассмотрим под номером 8. Украшаем его. Продолжение следует...